Друзья, всем привет! Сегодня у нас эфир с нашим заботливым мудроциологом Леной Васильевой. И мы сегодня анонсируем для вас старт нашего марафона Анатомия еды. Марафон мы уже анонсировали для вас, а сейчас расскажем детали. Присоединяйтесь! Лена уже с нами. Друзья, сейчас я настрою все, что мы любим, всю нашу красоту. Настроили. Привет, друзья! Привет, Ларочка! Как у тебя там красиво? Я специально, знаешь, пока здесь не начались дожди, села с этим видом, чтобы немножко всех сейчас доставать из нашей такой осенней хандры. Но вполне вероятно, что скоро начнется дождь, и мы с вами убежим куда-нибудь под крышу. Пока его нет, у нас есть шанс поговорить с этим красивым видом. Давай я пока расскажу в двух словах про все наши интересные изменения. В общем, все, кто уже проходил с Леной наш бесплатный курс «Истина в еде», помашите нам как-то в комментариях, поставьте плюсики, чтобы мы понимали, насколько у нас эта аудитория уже своя. Потому что по факту вот этот продукт, про который мы сейчас будем говорить, и вообще наш уже марафон, это такой второй шаг для всех, кто уже понимает основы, и кому тяжело все-таки еще себя приучить к новому формату. Потому что вернуться к старой программе питания – это самое простое, что можно сделать, особенно сейчас, когда ничего не радует, кроме вкусняшек по вечерам. Мы с Леной уже давно про это говорим, про то, как важно искать удовольствие и ресурс не только в еде, и баловать себя не только едой, а еще и вообще элементарной заботой о себе. Вот. И мы еще разыграем для вас бесплатный доступ. Мы расскажем уже в конце эфира про то, про все условия, как его можно будет получить. И вообще у нас сейчас будут вот такие бесплатные доступы на каждый наш условно-платный продукт. То есть марафон на самом деле стоит, там три пакета есть, максимально доступный для вас вариант. Но те, кто действительно хотят, и вдруг у них сейчас нет этой возможности, все равно вы имеете возможность, по крайней мере, поучаствовать и получить вот такой бесплатный доступ от нас. Вот. Я передаю тебе слово. Я просто хочу сказать, что кто еще не знает Лену, это наш такой прям официальный и заботливый нутрициолог, всея нашей платформы Donation Course. И у Лены сейчас вообще новое звание, да? Ты говорила мне, что ты же специалист президентской программы здорового питания, здоровья нации. Расскажи про это. Да, я прошла аттестацию, выключу фон, у меня музыка, я прошла недавно аттестацию, президентская программа здоровое питание, здоровья нации, что это такое, какие права, да, и прянички она дает. Это дает возможность обучать и работать на государственном уровне именно по теме нутрицептики и витамины. И как раз вот эту большую, одну тему, один вебинар, я дам на нашем марафоне Анатолий Льды, да, о котором мы сейчас будем говорить, который стартует уже 9 ноября. У нас будет один вебинар как раз об этом. То есть люди, кто придет на марафон, научатся сами создавать для себя и своей семьи схемы нутрицептиков, то есть витаминов, да, что с чем сочетается. Например, сейчас осень. Понятное дело, что я пишу посты, но я не пишу, ну так, то есть я пишу посты, рекомендую, что сейчас надо принимать вот этот витамин, этот сочетать и с этим. Но сказать так, что индивидуально, чтобы себе схему подобрать, человек идет к нутрицелологу, да, и как раз уже индивидуально он себя подбирает. Так вот, вы на марафоне научитесь делать это сами для себя. То есть вы научитесь подбирать схему. Например, сейчас вы делаете себе на осень схему и поймете, что сколько надо витамина D3, сколько единиц, да, сколько вам его нужно пропивать. И вы поймете, что с чем сочетается и какой витамин усиливает другой витамин, какие продукты, кстати, нельзя есть во время принятия каких-то витаминов. То есть вот очень вот эти тонкости-тонкости, которые бесплатно я не даю, да. Я даю основные моменты, на которых и так человек может классно себя чувствовать. Но это уже глубинная проработка для тех людей, кто хочет абсолютно быть здоровым, абсолютно классно себя чувствовать. Так что это будет очень классная, большая такая тема для тех людей, кто придет на марафон. Одна из тем. Я сегодня объявила такую тему про пищевые зависимости, хотела сказать. Мы с этого начали. И я хочу сказать, что давайте поставьте какой-то любой смайлик, значок, плюсик, что угодно. Все, кто сейчас с нами, я вижу, пока 56 человек, поставьте, у кого есть пищевая зависимость. А можете написать к чему-то. Кто-то насладится, да, у кого-то там, не знаю, еще любая пищевая зависимость. Напишите, пожалуйста, если у вас она есть, любой знак, и мы поймем. Я дальше про это буду рассказывать. Почему я начала эту тему? Потому что эта тема глобальная, да, более 2 миллиардов людей во всем мире имеют такую аддикцию, да, такую зависимость пищевую. Конечно, это одна из форм психологической зависимости, это неестественно. Вот как раз о чем Лара говорила. Мы также на марафоне будем об этом говорить, и не просто говорить. Кстати, самая фишка и моя радость этого продукта, этого марафона, что, знаешь, там будет так, что вот за 7 дней у меня задача, чтобы у людей были максимальные результаты. То есть сначала человек будет писать, кто хочет, да, ну там в чат, какие ставят он цели, да. Там у меня цель такая-то, такая-то. И моя задача максимально, да, как проводника будет эту цель достигнуть и внутренне, и внешне, и по всем фронтам. Так вот, пищевая зависимость – это такое, что мы будем искать ваше скрытые источники энергии и источники радости. Они у каждого есть. Даже если человек супер в каком-то ужасном находится состоянии, если действительно у него происходят какие-то трагедии в жизни или, знаешь, какое-то разрушение, мы будем смотреть. И я как со своим видением, да, уже таким более, как это сказать, экспертным, да, к словам. Опытным. Да, уже скажу, где, что, какое идёт на тонких телах, то есть по энергиям и так далее. То есть мы будем работать вообще почти на контакт, не только с физическим телом. Вот. Что касается физики, конечно, тоже есть понимание, как эта зависимость образуется и от чего. Вот все пишут на сладкое, да? Да. Мне кажется, это самое яркое и такая самая распространённая. Я сама даже здесь, вот просто вставка от меня. Я понимаю, что мне, находясь в тёплом климате, вообще на Бали, грех жаловаться, я тут вообще в максимально тепличных условиях, где у тебя, как минимум, окружающая среда тебя радует. Ну, то есть ты встал, тебе уже хорошо. Ты на океан посмотрел, тебе ещё лучше, да? Ты загрустил, тебе просто погода не даёт уходить в депрессию. Она тебя всячески из этого достаёт. И всё равно я вижу даже, как здесь люди, знаешь, вот это какая-то наша даже более сложная, глубокая проблема. То есть мы всё равно привыкли едой решать все свои вопросы. Ну, то есть плохо идём там, выпиваем, да? Хочется там, прям расстроилась из-за чего-то, хочется заесть сладким, да? Торт, мороженое. Я хочу сказать про пищевые зависимости. То есть самая первая надстройка такая, это традиция. Это семейная традиция. И менталитет, давайте туда же. И менталитет к тому, что русская душа любит пострадать. Русская, это я так всеобъемлющая, да, говорю? То есть, ну, хлебом не кормить, дай нам пострадать. Мы всё равно это находим. Заедать это уже семейной традицией. И вот смотрите, пищевые зависимости, именно привычки, идут из семейных традиций. То есть если мы привыкли есть там хлеб с макаронами, условно, да? И это наш мир. И когда ребёнок маленький, он что видит? У него только мама, да? Только родители, его центр вселенной, его мир. И он видит, что это любовь, это форма любви. И это нормально. Вот так растёт. Потом он меняется. Общество меняется. Он попадает в какую-то другую среду и понимает, что нет, это всё неправильно. И ему сейчас нужно создать свои традиции. Мои новые традиции. И вот об этом тоже важно. Мы будем учиться вместе создавать полезные традиции. Не то, что мы это мы не едим, то не едим. Да, например, мы будем некоторые продукты делать полезные замены. Я буду говорить, чем можно хлеб заменить, например. Да, чтобы это будет и нормально, и вкусно, и по всем фронтам. Вот первое, значит, это семейные традиции. Мы вот будем такой пласт прорабатывать. Как заменить и что готовить. И как это сделать. Легко и вкусно, чтобы в вашей семье уже были полезные традиции уже сейчас. Полезные это о чём? Это о том, что человек кушает еду, и его еда исцеляет, а не убивает. Мы об этом вот говорили на истинной еде. Второе понимание про зависимость, откуда оно, это микробиом. Это огромная тоже тема. У нас будет отдельно, она будет называться «Царство бактерий». Я прямо сейчас кратко скажу об этом, чтобы было понимание, насколько это важно. Что в нашем организме в среднем по статистике 46% клеток человеческие только. А остальное это всё наши бактерии. То есть это микробиом. Очень много бактерий, очень много. Что это такое? Они имеют своё сознание, понимаете, насколько это? То есть своё сознание. Просто на минуточку задумайтесь, что это микроорганизмы, которые управляют нами, в том числе нашими реакциями, нашими психологическими поведениями и так далее, и так далее. И вот этот микробиом, условно, он есть патогены, да, патогены микрофлоры, вы многие слышали. Ну и скажем, хорошие, плохое-хорошие, можно так сказать. Наша задача вывести через питание, через методики очищения такие лайтовые, плохое, да, из себя, вот эти клетки, которые… И первое, что мы будем делать, это мы не будем давать им пищи. Я расскажу, что они едят, эти плохие бактерии, да, которые вызывают зависимость. Мы просто первым шагом не будем давать им эту пищу. И будем направлять с этой тела новой живой едой, полезной. И как раз той едой, которая нужна для хорошего микробиома. Вот, тоже на эту тему я писала, говорила, что чем корень в кишечнике, я так это называла, да. Потому что там конкретно нужны ферментированные продукты. И мы тоже разберём. И, кстати говоря, на марафоне я ещё дам название, картинки и так далее бактерий. Пробиотик, сприбиотик. Мы разберём, что это такое. Многие не знают, многие путают. И многие вообще не понимают, зачем это крайне важно, друзья. Это крайне важно. Особенно сейчас, когда вот идёт вот этот вирус, кто как к нему относится, не будет сейчас об этом, да. Но смысл такой, что это штампы тех бактерий, которых у вас нет. Вот я недавно обсуждала такую тему. У меня есть свои протоколы лечения, про то, что мы говорим, да, про эту корону. Я просто сейчас боюсь, не знаю, как назвать. Я недавно записывала эфир про лечение. Меня заблокировали в Инстаграм, поэтому я, знаешь, боюсь даже что-то об этом говорить. Вот. У меня уже пришлось, у меня по моей методике про это. 32 человека, это во всем мире кто. Ну, в разных точках, я имею в виду, да, по протоколам. За три дня, то есть я абсолютно общаюсь в кругах высококвалифицированных врачей мирового уровня, знаю, о чём я говорю. И сейчас я что хочу донести про вирусы, что вот там, условно, в этом вирусе те штампы бактерий, которые у человека нет. Вот один человек сидит дома постоянно, например, кто-то, а я путешествую, я много путешествую. И представляешь, что я где-то в аэропорту или где-то я иду в другой стране, и просто в сутки минимум 2 миллиарда новых вирусов, например, я поглощаю мой организм. И представляешь, какой он должен быть сильный иммунитет, то есть какие должны быть чистые сильные клетки, чтобы дать ему атаку, чтобы дать ответ. Так вот, в своё время, где-то больше, ну да, где-то год назад я начала пить штампы, одни штампы бактерий, их там более 500 штамповых бактерий. То есть я ещё не знала, что такой будет, начала как-то интуитивно, получается, себя подселять. Готовиться заранее. Да, потому что мне пришла такая идея, что я путешествую, и я много контактирую с людьми, и я много их вирусов и бактерий, ну вот так вот, перехватываю, да. И я начала вот это делать и разбираться с вообще микробиотом и подселять. Это очень важно, и мы об этом будем говорить, и мало того говорить. И самое главное, друзья, что вы получите готовые инструменты, то есть каждый день у нас будет марафон сильней, вы будете получать сразу готовые инструменты, которые вы можете посмотреть и сделать, посмотреть и купить, и внедрить в себя сразу полезные привычки. То есть это марафон такой будет практикум. Это очень, очень мало воды, очень много решений будет. Вот я смотрю здесь. Ну по факту мы его специально, да, создали как раз, чтобы вы продолжили эту историю, и плюс это уже невозможно как бы оставить вам в такой бесплатный доступ, потому что это должна быть ваше такая прям осознанное решение. То есть это даёт вам мотивацию. Если вы понимаете, что вы вписываетесь в это, вы просто даёте вот какое-то даже обещание себе финансовым и даже просто результатом, да, вот я заплатила за это, значит, я как минимум себе обещаю осознанно менять эту свою привычку хотя бы в течение недели. И понятно, что у вас там ещё будут, ну вот на определённых пакетах там чаты, то есть это такая взаимная поддержка, потому что, наверное, это самое сложное, когда ты один, вся твоя остальная семья продолжает есть сосиски с хлебом, да, а тебе нужно это без надрыва, без какого-то негатива в себе менять, там, не переучивая других, просто работая со своим мышлением в первую очередь. И здесь, конечно, осознанное окружение очень сильно помогает тебе оставаться потом в нужной волне. Мы, кстати, с Леной специально создали ещё чат, кто проходил, вот просто помашите нам сейчас, поставьте плюсики, кто проходил истинно в еде и кто добавился уже в наш бесплатный чат в Телеграме. Все, кто у нас сейчас проходили последний поток, мы вот всех собирали в этом чате, мы сегодня после эфира ещё в сторис оставим вам ссылку на чат, и, по-моему, у нас ещё эта ссылка есть в таплинке. Те, кто очень хотят, пройдите в таплинк, найдите чат, бесплатный чат поддержки «Истинно в еде» и переходите туда, потому что там можно задать любой вопрос, там Лена, её помощницы вам отвечают. И это действительно очень крутая история, когда вы не остаётесь потом одни, то есть вы получили эти знания, вы их не забыли через две недели, когда опять вам стало холодно и захотелось сладким заесть свой стресс. А вы заботитесь о себе превентивно, ну, об этом вся нутрициология, не ждите, пока вам станет плохо, не ждите, пока случится какое-то заболевание серьёзное. Заботьтесь о себе, о своей семье, принимайте эти привычки, и это в рамках нашего комьюнити с Леной, мне кажется, очень круто делать, особенно с её подходом, насколько она максимально вовлекается, и вам пытается ответить на каждый вопрос, и помочь в каких-то мелочах, и сколько она на курсе у нас бесплатно давала ещё дополнительных материалов. Мне кажется, после этих материалов, Лена, можно нутрициологам уже, любительским, ставить самостоятельно. Да, это правда, это правда. Но тут вопрос такой, что все настолько разные, и человек может взять эти материалы действительно очень сильно продлиться, а может взять и забить. Ну, мы такие, мы разные, это нормально. Мы можем даже купить, а потом даже забыть, что у нас этот курс был. Конечно, это нормально, да. Я хочу продолжить тему пищевых зависимостей. Я начала говорить на такие три основы, да, три пункта, что такое пищевая зависимость, чтобы сейчас вы это вняли и проработали, анализируете сейчас в данный момент. То есть первое, я сказала, это семейные традиции, семейные ценности. То есть почему для вас вы так привыкли, это настолько глубоко вас, во-первых, это память клеток, да, не будем забывать. Во-вторых, это пищевая зависимость, она же основана на чувствах, вот сейчас мы к этому перейдём. Итак, первое, это семейные традиции, второе, это микробиомы, о котором я сказала, а третье, как раз, это источники удовольствия, это любовь. Как бы это ни звучало, да, всё такое, но это правда. Я просто, опять же, это же всё мой опыт, я через себя это пропускаю, да, потому что раньше совершенно у меня были другие пищевые привычки, и вообще я никогда не делала эти овощи, фрукты. Это, кстати, знаешь, у меня какая была установка, вот, у меня были свежевыжатые соки, это жизнь роскошной женщины, это жизнь роскошного человека, вот так было. И я, поскольку всегда чувствовала, что я буду богатой, такой, девушка, у меня там всякие вот украшения и дома и разные вот это всё, я видела, ну, так себя, да. И я думала и представляла, что я когда-то буду жить такой жизнью, что я буду побивать вот эти фреши. Реально, когда у меня было такое сознание, что это был уровень богатого человека. И что ты думаешь? Бац! Вселенная даёт мне, кто знает, кто не знает, заболеванию, да, у меня был рак. Потом у меня было распространение исцеления, вот это изобретение своих методик, и потом вот эти курсы, все пошли, да. И когда я выходила с голоданием, то есть 45 дней я голодала, и ты выходишь потом на соках, вот, и я сижу на качелях на даче, сижу, попиваю этот сок в красивом теле, уже в идеальном, которого никогда у меня не было, у меня всегда была проблема с цивилизовыми жирами, вот это всё. Вот, я сижу в красивом теле, попиваю сок, и я вижу эту идею, я вижу эту картинку, что вот сбылась моя мечта, и для этого ещё тогда я не стала такой богатой, как я думала. Но это моя идея, ты понимаешь? И сколько у нас у всех своих идей, дурацких, не дурацких, но это так, это существует, у нас у каждого есть убеждение, как должен выглядеть и как должен чувствовать себя успешный человек. И вот это классная тема, на которую вы можете уже сейчас префлексировать, помыслить, или там после эфира подумайте, а какой для вас свой идеал, какое тело для вас представьте идеальное, да, какая жизнь, какой уровень денег, какой уровень общения, там, путешествия, я не знаю, то есть сформируйте себе картинку. Я уверена, что в этой картинке не будет человек с курицей или сосиской, я уверена, потому что это так. У меня очень такой круг общения, очень много богатых людей, супер богатых людей, и я, они совершенно по-другому питаются, и сказать, как это у них было вверх. То есть это реально есть тоже, есть эта тема, друзья, и это не просто так, это не просто так, потому что всё-таки наши клетки, они кушают, им надо кушать живую еду, чтобы живая была энергия, и тогда вот человек, он, во-первых, он не боится, уходит в страхи, потому что с едой очень много страхов, особенно если сейчас мы говорим про мясо или про курицу, очень много страхов мы съедаем с этой едой, потому что, да, не забываем всегда эту информацию. И когда вы переходите на щелочное питание, помимо того, что вы исцеляетесь на клеточном уровне, потихоньку, да, устанавливаете своё здоровье, так вы ещё избавляетесь от кучи психологической зависимости, от страхов. Вы это знаете, это на самом деле так чудесно, вы просто просыпаетесь, например, вы просыпаетесь и чувствуете себя по-другому. Вы чувствуете, что вы просто какой-то другой, я не знаю, как это объяснить, но тебе просто классно, ты понимаешь. Вот ты подходишь к окну, например, словно смотришь на улицу, вроде ничего сильно в жизни не поменялось, та же семья, те же стены, да, но ты уже другой, но ты уже другая. Вот это колоссальные шаги, такие проекции, которые появляются в тебе с новой едой, с новой жизнью, с новыми привычками. Это супер важно. А ещё, кстати, у меня стоит задача на этом марафоне внедрить, чтобы люди внедрили все полезные привычки. И мы сделали такой трекер полезных привычек, который вы можете красивенько так и распечатать, и там отвечать, например, сегодня, и галочки ставить. Сегодня я вот это сделала, вот это, вот это, и там 10 пунктов. И по моему мнению, то есть, ну, это мои привычки, да, которые мои ритуалы я делаю каждый день, и вот реально это основа вот всего, о чём я говорила. То есть там есть истинка была, там есть проводок, и ещё фишки, о которых сейчас я, конечно, не скажу. Интрига. Да, когда вы это сделаете, это круто. И знаешь, самое главное ещё себя благодарить, потому что мы очень много делаем, на самом деле. Мы такие трудяги все, вот сейчас я про всех, но мало кто может себя благодарить. А вы прямо сейчас начинаете, вы прямо сейчас там погладите себя мысльно по головке. Я такая умничка, я такой молодец. Это очень важно, потому что действительно, ну смотри, зачем нам ждать чего-то, людей, которые нас оценят, да, которые нас похвалят. Нет смысла, потому что, когда мы себя не ценим, мы себя не похвалили, зачем нам ждать людей, мы можем не дождаться. Но это бредовая идея. Я о том, что на марафоне мы будем менять какие-то парадигмы, какие-то программы, которые деструктивные, да, и будем менять их на хорошие, на позитивные, верить в то, условно, да, что выгодно, и следовать по этому пути. Я тебя перебью, да, дам немножечко передохнуть, потому что это вот настолько ты сейчас сказала истину великую. Я уже не знаю, как назвать нам очередной наш продукт, чтобы просто все поняли, что это про всех, потому что даже сейчас мы запускали историю про пять шагов к любви к себе, и это такая проблема у людей, даже просто вот оценить, какая я молодец. И почему мы едим, да, потому что нам кажется, что мы там, вот мы себя своими мыслями сами за целый день просто убили уже, да, что мы там недо-такие, недо-красивые. И это же как бы бесконечная история, цикличная, потому что объедаясь, мы вроде как кратковременно историю решили, а потом мы поняли, что, блин, а я что-то далека от своих стандартов красоты, и ещё себя больше в эту яму самокритики засунули. А если вы хотя бы будете следить за своей, за тем, что у вас в тарелке, за тем, что вы в себя внутрь вообще погружаете, вы, это и есть забота, это и есть любовь к себе. И Лена очень круто говорит, это настолько всё цельно, это невозможно разделить еду, я убегаю, потому что у меня дождь, еду и вообще любовь к себе. Поэтому, если вы начали с этого интенсива, просто продолжайте вместе с Леной на марафоне, иначе, ну, как бы, будет сложно закрепить эффект. Да. Ещё что касается любви, источников удовольствия. То есть, когда я в эту тему погрузилась, я поняла, что мне надо... Я поняла вот так, что я поняла, что я хочу такой же жизнью, чтобы вокруг меня было только удовольствие, то есть я хочу максимально из всего получать удовольствие. Я, например, я с кем-то встречаюсь, если раньше мои мысли куда-то отвлекались, то я теперь смотрю только на этого человека и максимально стараюсь получить удовольствие из нашего общения. Если я что-то делаю, полно играю с ребёнком, я тоже сто процентов в этом нахожусь. Вот это упражнение тоже, оно мне даёт состояние здесь и сейчас. То есть, если я общаюсь с тобой и направлю на тех людей, которые меня слушают, и ещё проецирую, что те, кто пересмотрит этот эфир, то я сто процентов хочу быть именно с вами, внести свою энергию до вас. Вот это очень важно. И много-много удовольствия. Это о чём говорит? Вот очень много людей работают на кого-то, на работе. Смотрите, вы придумаете себе, и вообще все люди, какие-то удовольствия. То есть, что вам удовольствие? Например, я люблю с собакой бегать, например, я люблю на дорожке ходить, люблю ищем чем-то заниматься, да, там ещё что-то. И я обязательно в день, ну минимум пять удовольствий себе делаю. Это минимум. И у меня не доходит просто, и в итоге у вас получается не день о сказке, не день о удовольствии, потому что вы сначала их насильно как бы в свою жизнь внедряете. Вот у меня был период, знаешь, я неделю-две, вот жила, я себе придумала, что я буду каждый день испытывать максимум удовольствия. Я начала так. Я в день обязательно поеду на массаж куда-нибудь. Ещё на какой-то новый там придумываю, какой-то массаж. Потом другой день я ещё на какой-то бьюти. Другой день там в лес куда-то ещё. То есть я придумала себе кучу удовольствий. Ну просто думаю, что мне нравится, чего я кайфую. То есть это смотри, это была своего рода благодарность за ту работу, которую я проделала для людей, для себя, быт, там, дети, отношения. Ну просто вот эта вся бытовуха условно. Я сначала одно удовольствие отключала в день, потом дошла до пяти, и это круто. И это настолько, и ты понимаешь, что ты начинаешь жить полноценной жизнью, и ты понимаешь, что ты уже научилась как-то автоматически получать удовольствие от всех коммуникаций. стираешь бельё, там, ты его гладишь. Например, какие-то бытовые, да, что тебе круто. Потому что когда ты гладишь это бельё, ты какие-то мантры включаешь, ещё что-то, видосики. То есть ты всё равно наслаждаешься. И вся твоя жизнь — это наслаждение. Это очень классно. А про еду я ещё хочу сказать, что, друзья, к сожалению, очень много людей ещё не нашли себя в плане своего предназначения. И если не говорим это слово, то хотя бы по-другому можно сказать в плане того, что зачем я здесь и в плане самоценности. И это опять веро-любовь. Мы всегда будем возвращаться к любви. О чём бы мы ни говорили про предназначение, это всё равно, да, это о том, что я здесь делаю, насколько я ценен. Но ценен ты не для кого-то, а ты должен самоценность эту для себя сначала открыть и поверить в себя, да, что я здесь есть и что я хочу. И стоит из своих желаний. Это очень важно. И еда тоже очень сильно в этом помогает. И мы просто, мы будем об этом говорить. Вы поймёте, как это всё устроено. И я очень надеюсь, то есть одна из моих целей тоже, чтобы как можно людей больше открыть своё предназначение, именно свой путь вообще, что он здесь, зачем. Потому что очень многие люди переворачивают свою жизнь после моих программ. И как бы это тоже является одной задачей. Так что всё. 100%. Ну что, давайте... Про сам марафон прям, про дни, про программу. Да, давайте расскажу по дням. Так, марафон будет идти 7 дней. Это будет в формате чата Телеграм. То есть у нас есть чаты. Соответственно, у нас есть 3 пакета участия. Один пакет 990 рублей, другой 2 900, другой 5 900. Вот это BIM-пакет. Они разные на сайте. Можете в шахте профиля посмотреть все эти пакеты, всё это почитать. Я вам расскажу про программы. Итак, первый день у нас будет 3 вебинара, которые с картинками. Остальное это будет формат Телеграм, как я сказала. Каждый день я буду записывать туда видосики, аудиосообщения, скидывать материалы, которые вы можете скачать, использовать. И каждый день я буду давать задания. Задания вы можете на своё усмотрение делать или не делать. Ну, если делать, это будет эффективнее, конечно. И можете делиться этим заданием в сторисе, отмечать меня, отмечать донейшн. И мы будем лучшие сторис опубликовать у себя в Ностаграм. То есть тоже о вас знают наши подписчики. Итак, первый день будет вебинар, называется «Меда когнитарства или клеточная метаболизма». Про что это? За этот вебинар, за эту сессию я вам дам полностью механизм, как устроен наш организм на клеточном уровне, его связь энергии с телом. И вы поймёте вообще причину всех болезней. Вы поймёте, что наш организм работает постоянно на очищение, в какое время что происходит. И вы поймёте, какая еда исцеляет и почему. Там очень много будет. В общем, знаете, это вебинар, это такая прям вообще супер выжимка самого нужного, что вам просто нужно понять про свой организм и как всё устроено. И вы поймёте, что болезней нету, что клетки работают на очищение. Поймёте, как его поддерживать и что делать. То есть это вообще просто супер, очень крутой будет сильный вебинар. Первый. И, конечно, он вас зарядит на эту неделю и такая «О, я всё хочу, я смогу». Второй день будет как раз царство бактерий. Это второй день это я говорила про микробиотов. Я вам покажу и разберём на самом деле факты, научные исследования и всё такое. И самое главное вы получите рецепты в списке, что есть, чем кормить ваш кишечник. Для чего? Чтобы он очищался, чтобы у вас был баланс, баланс ПАЖ. Себя и свою семью и деток, да? И получите рецепты ферментированных продуктов тоже. Как это делать самой, очень легко. А третий день будет, это тема суперфуда «Собираем салат». То есть, что это такое? Это я вам дам тоже. Это, знаете, конструктор салатов. То есть, идея такая, идея внедрить полезную традицию в свою семью. Полезная традиция это зелёный салат, именно сыроедческий. То есть, я вам дам рецепты соусов и покажу в сочетаемости, что между собой сочетать, а что категорически нельзя. Вы получите рецепт вот этих соусов, которые просто супер. что бы вы ни сделали, это будет очень вкусно с этими соусами. Вот. И то есть, наша задача будет уделить каждый день в свой рецепт зелёный салат. Я буду рассказывать на своём опыте, как это внедрялось и на опыте тоже других людей, как это было. Это супер важно, но вы уже с первого вебинара поймёте, почему это важно. Да, вы поймёте, что содержится в зелёных листьях, вы поймёте, что такое сыроедческий салат и как это изменит вашу жизнь. Это небольшая полезная привычка. Просто она у вас так уменяет вашу жизнь и ваши восприятия. А тем более, если у вас есть дети, это вообще очень нужная вещь. Вот, то есть, такой будет практик. Дальше у нас четвёртый будет сложный такой денёк, называется план питания. Это конструктор. Я вам дам конструктор питания завтраки, обеда, ужина и десерта. То есть, вы с этого дня научитесь сами составлять полезный рацион. Вы поймёте, что, ну, например, нормы, клетчатки, грудки, углеводы, белок, сколько нужно всего и где это взять и как это между собой сочетать. Вы поймёте, что надо есть на завтрак, то есть, вы увидите там списки, да, и вы сможете в процессе уже воспользоваться этими материалами и просто раз, там, запуск, вот, это ем, это не ем, вот это беру, вот это не беру. То есть, вы научите себе продуктовые корзины составлять в итоге. И постоянно ваши густы в итоге потихоньку уберётся всё неполезное, будут замены и будет всё полезно. Это для тех, это, смотрите, самое главное, это мы не говорим сейчас, что все такие станут приганными, нет. Мы вот, мы будем действовать так вот, где вы находитесь, точка А, вы поставите себе точку Б, и мы будем плавно двигаться. Это не значит, что там бросает есть нас, и хотя, конечно, я об этом говорю, да, но вы сделаете свой выбор, и я буду давать ту информацию, которая подходит всем. То есть, если вы останетесь мясоедом после курса, окей, это ваш выбор, но вы внедрите себе полезные вот эти привычки щелочного питания, добавите щелочное меню, и вы в разы почувствуете себя лучше, легче, продуктивнее, и как раз поднимете уровень энергии, это в этом. Вот, здесь будут инструменты, мастхевы, вот такой будет большой вебинар, большое общение четвертый день. Пятый день как раз это ну, рецепт какие-витамины, вы научитесь создавать схемы, как я говорила вначале, да, витамины, какие витамины сочетать с ней с собой, сколько нужно месяц мне пить, что такое магнит, D6, чем он сочетается и так далее. То есть, разные-разные витамины и понимание. Что мужчина, важен вселен и постоянно он должен быть, и когда вы мужчине покупаете витамины, например, он должен быть вселен обязательно прописан в каждой банке. То есть, вот разные такие пункты, уже научились сами себе подбирать, и уже быстрее, я очень хочу, чтобы каждый себя научился подбирать, и себе помог, потому что сейчас мы находимся, на самом деле наш организм, наши тела, наша вода в таком разобранном виде, друзья. И сейчас просто супер-время, чтобы стряхнуться, проснуться и быстро заняться тем, чтобы осознать, что мы, да, мы как таблица Менделеева, мы минеральные вообще вещества. Вот. Вы знаете, кстати, об этом тоже есть такая хорошая идея, что человек когда умирает, ну, в разных привилегиях по-разному, но, например, в основном, когда он умирает, его тело, почему в землю изначально, да, потому что это минералы, человек разлагается полностью. Я знаю, в Америке сейчас систему какую-то с водой придумали, разложение в этом теме, но смысл такой, что мы рождаемся и мы умираем и мы опять выдаемся земле. Да, мы выдаемся. Чтобы вы понимали, что мы таблица Менделеева и где нам взять минералы, где нам взять их источники. Что вы думаете, вы это в картошке фри, вы их возьмете эти минералы, да? Нет. И поэтому, если вы не кушаете правильную еду, там, витамины и так далее, вы будете разрушаться психологически, физически. Волосы свитаться, танцов, ой, на себе не надо показывать. Ну, в общем, да, потому что у меня много жалобы происходит, кто-то мне приходит на культации, волосы, кожа и так далее. Я спрашиваю, опиши мне свой рацион за два дня. Мама дорогая, ну, конечно же, ну, то есть, это все, безусловно, взаимосвязано. Ладно, шестой день у нас будет такая тема ешь и худеть. Это для тех, кто хочет худеть, но кушать, то есть, кушать, и разные фишки, что как соблюдать, какие там пищевые паузы и так далее, как выстроить вам свою неделю или больше, чтобы у вас вес уходил. То есть, вы будете кушать, вы будете, не будете чувствовать число голода, да, но будете худеть регулярно. Это для тех, кто хочет худеть, это такая программа «Меджек худеть». И последний день у вас будет, седьмой день, это такой большой вебинар в Zoomе, это будет просто ответ на вопросы. У вас уже будет куча вопросов, вы уже будете много умными, молодцами, что-то изменится, что-то там у вас классные уроки. Вы будете благодарны, вы будете награды, я буду отвечать на тысячи ваших вопросов. Мы посетим это небольшое количество времени. Сколько нужно, сколько будет. Мы на эфире и буду отвечать на ваши вопросы, при том, они могут касаться любых аспектов, не только людей. И все это наше марафор. Я последний сейчас подытожу такую фразу и наш марафон закончится знаете, такая вот идея в принципе и начнется идея путь к себе. Путь к себе для меня это свобода выбора. И вот еда это тоже свобода выбора. Это то, как, знаете, такое выражение, как хакнула эту жизнь. Вот там минутку еще скажу. Я в Москве, у меня были тяжелые разные периоды, я просыпаюсь в Москве в отеле, иду кушать. И что я вижу, как обычно, я вижу вот этот, ну, шведский стол, вот это все. Я беру два мандарина. Ну, что я там могу взять? Я сажусь, там, в телефоне что-то делаю, там, я тебе кушу мандарины. Но, понимаете, мне настолько хорошо, потому что у меня уже другое восприятие. я знаю просто на молекулярном уровне, что сейчас произойдет, когда я кушу этот мандарин. Я знаю, как мыслями сделать из этого мандарина супер продукт, который поступит мне в клеточки, да. И я понимаю, что я, ну, каждый раз как-то хакую эту жизнь в таком плане, эту жизнь, в плане программы матричной, где мы находимся. Вот это об этом, вот это свобода отношения к еде, это свобода просто в вашем восприятии. И если вы начнете свой путь через еду, вам это даст просто свободу во всем. Свободу позволит себе быть какой вы хотите. Свободу сделать себе какую-то прическу, я не знаю, покрасить в синий цвет, например, я не знаю. Это об этом. То есть пусть в себе это свобода выбора. И мы начинаем с питания, потому что это основа, это фундамент вообще всего. Да, это информация, которую мы поглощаем каждый день. Вот и все. Поэтому я предлагаю вам вот так вот отнестись и поверить в это и как-то подумать, что это нечто большее, чем еда. Леночка, сто процентов. Я просто хочу извиниться за свой дождь. Друзья, это все, сезон дождей, закрыты все окна, но он прям очень сильный. Поэтому, если вы понимаете, что это ваша тема, если вы уже знаете, что вы готовы и вы хотите углубляться вместе с Леной, мы уже давно анонсировали наш марафон, переходите в топ-линк, регистрируйтесь. Какой у нас розыгрыш для тех, кто с нами? Сегодня, чуть позже, мы еще разыграем для вас скидку на курс Миши по астрологии. 15 тысяч мы хотим тоже подарить. И у нас условия такие. Мы сейчас будем разыгрывать такие бесплатные доступы на каждый наш платный продукт, если вы просто будете делиться и рассказывать о нашей платформе. То есть это можно сделать в любой форме. Написать пост, в сторис поделиться просто ссылкой, рассказать, что из наших курсов было полезно. Любого спикера, любое направление, все, что вам просто откликается. И под этим эфиром, под нашим эфиром с Леной, просто напишите нам, готово, если вы уже написали какой-то пост либо рассказали о нашей платформе в сторис, и сами присвоите себе порядковый номер. По комментариям посмотрите, что еще как раз предыдущий комментарий написал. И мы как раз в воскресенье, перед стартом марафона, разыграем одно место на базовый пакет, на стоимость его 2 900. И мы еще повторно с Леной выйдем в эфир в пятницу. в пятницу тоже 12 часов дня, поотвечаем на ваши вопросы. Я надеюсь, у нас не будет дождя, и мы расскажем опять же, что вас ждет на марафоне. Если у нас будут какие-то изменения, мы, я думаю, еще анонсируем, чтобы вы знали и пришли к нам онлайн, присоединились. Вот, Лену вы уже видели. Лена у нас уже спускала, по-моему, три потока истина в еде. Поверьте, то есть вот эта история про то, когда ценность превышает стоимость 100%. И я видела, какой вообще у нас был поток материалов для бесплатного курса сейчас. Ну, это стоит того, если вы готовы над собой работать. Если вы готовы, это непросто. Поэтому мы запускаем такие продукты, чтобы вам в комьюнити было это проще делать. И вот такой Телеграм-час очень крутой формат, чтобы получать поддержку. в том числе от ваших коллег, с которыми вы будете проходить в первую очередь отмены. Я думаю, давайте сейчас завершим, чтобы мы уже шум просто большой, я не знаю, как его перекрыть. Воспринимаете это как медитацию. Девочки, готовы? Нужно писать уже под эфиром. Вот прям условия очень простые. Пишите про нас, просто про платформу рассказываете, про любого из спикеров, про любой из курсов. И пишите под нашим подсом. Отмечайте просто наш аккаунт и можете отмечать спикера конкретного. И пишите под этими фирм, что вы это сделали и присваиваете себе номер. А мы еще в пятницу к вам вернемся и расскажем те детали. Выдавайте еще вопросы, которые остались, может быть, в плене, по самой механике курса. Почитайте там очень подробно сайте, все расписано, что будет входить в каждый из пакетов, что вы получите за эту сумму. И решайте, какой вам пакет интереснее. понятно, что чем я бы советовала как минимум базовый брать пакет, потому что вы там получаете намного больше ценности. И это не очень большая сумма, если вы думаете о своем здоровье, насколько это все потом вам окупается и насколько это важно сейчас начать осознанно относиться к своему питанию. Вот благодарим. Пишите, пожалуйста, все свои мысли и вопросы внизу. А следующее мы увидим.